В столице продолжается Астана Медиа Уик, традиционная площадка, где отечественные и зарубежные эксперты, медиа-менеджеры, журналисты и телеведущие обсуждают главные тренды и вызовы индустрии. Одна из тем сегодняшнего дня – вопросы подготовки медиаспециалистов. Ануар Абдрахманов, мой коллега, присоединяется к нам в прямом эфире. Ануар, день добрый. Вам слово. Расскажите, что интересного прозвучало на площадке. Действительно, Динара, добрый день. Яркие обсуждения на площадке Астана Медиа Уик продолжаются. В первой сессии были затронуты вопросы развития региональных СМИ, того, как они могут получить дополнительный толчок. Ну а прямо сейчас мы ждем начала сессии, посвященной подготовке кадров в сфере СМИ. Конечно, важно понимать, что новое время диктует новые правила подготовки, новые какие-то требования. Понятно, что журналисты будущего или журналисты даже настоящего уже должны быть готовы работать в условиях конвергентной журналистики, в условиях большой конкуренции и в условиях, когда необходимо уметь работать и овладеть разными скиллами, как мы говорим, то есть и в соцсетях, и в таком, возможно, классическом эфире. Обо всем этом мы хотим поговорить с председателем правления Центра международных программ Булашак Алией Оспановой. Спасибо большое, что присоединились в наш эфир. Мы знаем, что буквально недавно прилетели из Соединенных Штатов, где встречались с казахстанскими студентами. Кстати, многие из них, насколько я знаю, учатся по программам, связанным напрямую с журналистикой. На ваш взгляд, какую поддержку Булашак способен оказать в подготовке новых кадров для казахстанской медиасферы? В первую очередь, программа Булашак должна быть понятной и доступной для каждого казахстанца. Наша основная задача – это донести информацию в целом о конкурсном процессе, о том, как можно участвовать, для того, чтобы люди понимали, что программа на самом деле доступная и в ней можно участвовать. С нашей стороны мы реализуем ряд определенных мер, в том числе предлагаем именно полное сопровождение специалистов разных отраслей, для того, чтобы они могли выйти на ведущие университеты, научно-советские центры мира и получить от них соответствующую консультацию, приглашение. Вот это вот одна из таких ключевых задач наших на сегодняшний день. Наверное, очень важно отметить и высказать позицию, точнее реплику о том, что Булашак предоставляет и возможность пройти стажировку в ведущих университетах, либо научных центрах, в том числе и для журналистов, и не только журналистов, например, для операторов, тех, кто прямо сейчас работают за кадром. Вот по этому поводу можете рассказать какие-то детали? Журналистика или сфера СМИ, медиа, это не только журналисты, это свыше 100 профессий различных. Это и операторы, и технические профессионалы, и аниматоры. К сожалению, достаточно небольшое количество именно технического стаффа, который работает именно на бэк-офисе, участвует в нашей программе. Очень хотелось бы с нашей стороны способствовать увеличению тех профессий в области медиа, которые на самом деле нуждаются, особенно в эпоху искусственного интеллекта, особенно в эпоху конвергентных медиа, в новых скиллах, которым необходимо выехать за рубеж и пройти практику, стажировку, поступить на магистратуру. При этом стажировки мы предлагаем не только для специалистов из области медиа, не только в высших учебных заведениях, но и в ведущих корпорациях мировых, для того, чтобы наши специалисты могли поехать, посмотреть, увидеть, как правильно использовать, например, свое техническое искусство в области медиа в соответствии с международными стандартами. Наверное, очевидно, что программа «Боушек» — это одна из таких важных проектов независимого Казахстана, которым наша страна должна и будет гордиться. Прежде всего, это возможность расширить горизонты для казахстанских студентов, для казахстанской молодежи, в том числе и в журналистике, повысить конкурентоспособность как важного кадра на уже глобальной медиа-арене. Абсолютно согласна. И чем больше специалисты из области медиа будут иметь возможность выезжать, смотреть, например, что конкретно необходимо улучшить в нашей стране, допустим, чего у нас не хватает, тем более качественно будет развиваться медиа-индустрия. Алия, спасибо вам большое, что нашли время для нас, вышли в наш эфир. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий на неделе, медиа-недели в Астане, Астана Медиа Уик, и будем рады вернуться в эфир совсем скоро. Еще раз подчеркнем, что в Казахстане делается огромная работа для того, чтобы создать максимально комфортные условия как для работы журналистов, так и для подготовки новых кадров, которые совсем скоро будут делиться последними новостями с полей. Динара, возвращаю слово вам. Ануар, вот вы уже второй день работаете на площадке Астана Медиа Уика. Что вы для себя интересного подчеркнули? Насколько вам понравилась ли сама организация и темы, которые обсуждаются? На самом деле очень важно, наверное, что у Казахстана есть такая площадка, где наши коллеги, в том числе и мы с вами, можем собраться и поговорить о насущном, немножко так выдохнуть, отлиться от новостного потока. Конечно, сегодня вот очень интересную мысль высказал Дихан Ханзабек, один из руководителей газеты «Егименда Хазахстана», о том, что нужно переходить к формату коротких, внятных новостей, что сегодня фактаж – это наше все, что сегодня надо перестраиваться под запросы времени. Ранее мы обсуждали с нашей коллегой Даной Саудигеровой о том, что нужно, ну вот как говорил Парфенов, уметь играть на разных барабанах, то есть уметь и снимать, и писать, и монтировать. То есть новое время всегда диктует новые требования, а новое всегда, как известно, находится в конфликте со старым. В общем, мы продолжаем следить и надеюсь, что на площадке будет еще много интересного. Ну а мы будем ждать от вас информации и интересных месседжей. Спасибо большое. Нуар Абдрахманов был на прямой связи со студией.